Привет, ребята! Меня зовут Оксана. И сегодня мне бы хотелось показать вам работу одного очень известного американского художника Энди Орхола. Этот художник известен своими портретами богатых и знаменитых людей. Но также он с удовольствием делал портреты и их питомцев. Вот, посмотрите на этот портрет. Он называется «Портрет Морриса». На самом деле Моррис не был ни синим, ни розовым, ни оранжевым. Это была обыкновенная такса. Но художнику нравилось экспериментировать с яркими красками. И посмотрите, какая такса у него получилась. Сразу видно, что художник очень-очень любит животных. Потому что такая красивая такса могла получиться только у человека, который любит собак. Ну что, давайте с вами попробуем нарисовать портрет собаки. Готовы? Давайте начинать. Смотрите, ребят, нам сегодня понадобится карандаш, несколько цветов фломастеров, какие у вас есть. Но главное, чтобы был коричневый, если мы хотим делать на собаке коричневые пятна. Вода, кисточка и акварель. Ну что, давайте начинать. Первое, что мы с вами делаем, мы рисуем голову собаки. Голова – это овал. Вот я рисую овал. Теперь мы с вами рисуем собаке ушки. Я нарисую их вот такой вот формы. Но если вам сразу сложно нарисовать такую форму, то смотрите, как вы можете сделать. Вы можете также нарисовать овал. Видите, я нарисовала овал. А потом взять и такой линией кусочек у этого овала убрать. И у нас получается вот такое заостренное ушко. Вот у собачки получилось два уха. Дальше мы с вами рисуем носик. Это тоже овал. Давайте нарисуем щечки. Одна и вторая. Дальше мы с вами рисуем глазки. Это тоже, это два кружочка. Один и второй. Зрачки можем прорисовать. Здесь будут у нас. Теперь мы нарисуем небольшой ошейник, чтобы наша собачка не убегала. И все. И уводим линиями в край листа. Это же портрет. Две линии в край листа. Вот наш с вами эскиз готов. Больше ничего карандашом мы с вами рисовать не будем. И давайте приступать к цвету. Я хочу сделать свою собачку беленькую с коричневыми пятнами. Поэтому я беру коричневый фломастер и придумываю ей пятна. Ну, допустим, у меня будет на ухе пятно коричневое. Вот здесь. И я его раскрашиваю. Не забывайте, если вы не успеваете, вы всегда можете поставить видео на паузу и работать в своем темпе. Так, что у меня в этой стороне не очень пишет. Возьму-ка я вот свою другую часть. Вот, я раскрашиваю и стараюсь не выходить за край пятнышка, которое я себе обозначила на своей собаке. И вы тоже старайтесь. Старайтесь держать эту форму, этого пятнышка. Так. Дальше я хочу, чтобы у меня вот здесь было пятнышко. Пусть оно будет большое. Все ухо пусть будет коричневым. Вот. Раскрашиваем. Вот. Глазик я обойду, потому что я хочу сделать его черным маркером, чтобы он был более яркий, более выразительный. Так, второе мое пятнышко готово. Дальше. Ну, дальше я сделаю еще пятнышко на грудь, уже на шее собаке. Вот здесь пусть будет еще у меня пятнышко. Коричневое. Ну, и, пожалуй, и небольшое пятнышко можно сделать и на втором глазу. Мне кажется, это будет красиво. И все-таки я еще обведу свою собачку просто линиями. То есть, давайте замаскируем наш карандаш, чтобы никто не видел наш карандашный эскиз. Давайте прям вот проведите линии по своему эскизу. Давайте кроме носика и глазок, потому что здесь мы сейчас будем с вами делать черный цвет. И смотрите, чтобы вообще не было видно карандаша, если хотите, то теперь можно стереть ластиком. Фломастер не будет стираться, а все ненужные линии исчезнут. Вот такая собака у нас получается. Ну что, берем черный. Давайте сделаем глазки собаки. Я всегда в зрачке стараюсь оставить маленькое, незакрашенное белое пятнышко. Это будет блик. Тогда глазик выглядит как живой. Постарайтесь оставить вот такой блик. И обвожу сам глаз. Опять стараюсь оставить небольшое пятнышко. И закрашиваю зрачок. И обвожу глазик. В носике я оставлю два небольших пятнышка. И это будет наш носик. Стараемся не выходить за край формы, чтобы носик был очень аккуратный. Линиями рисую щечки. И немножечко добавлю сюда точечек. И нарисую несколько усиков. Попытайтесь расслабить руку. И просто провести линию от щеки в сторону края листа. Вот такой друг у нас уже получается. Ну что, немножечко давайте его украсим. Сделаем ему разноцветный ошейник. Здесь используйте какие у вас есть фломастеры, любые цвета. Я сделаю полосатый ошейник. Пусть у меня одна полосочка будет пошире, другая поуже. Третья еще, например, шире. То есть все полосочки я стараюсь сделать разными. Возьму еще фиолетовый цвет. Сделаю, допустим, полосочку здесь. Здесь и здесь. Тут маленькую проведу палочку. Еще вот у меня есть такой маркер. Знаю, что дети его очень любят. Но если вдруг у вас такого нет, используйте все, что у вас есть. Это золотой маркер. Я его купила в магазине. Все для художников. Детки его обычно очень любят. Так. Ну что. Портрет собаки у нас готов. Но мне бы все же хотелось сделать этот портрет на каком-то красивом-красивом фоне. И я воспользуюсь для этого акварелью. Так. Берем акварель. Смотрите. Если акварель у вас где-то долго-долго лежала, и вы видите, что краски совсем сухие, то не забудьте эти красочки немножечко разбудить. Добавить в них по маленькой капельке воды. И тогда они будут лучше-лучше отдавать свои красящие вещества. И будут яркими. Так. Ну, я придумаю у своей собаки фон. Я смешаю зеленый, например. Зеленый. И голубой. И у меня получится вот такой бирюзовый красивый цвет. Вот я сделаю такой фон. Я очень люблю такой цвет. И он хорошо сочетается с коричневым. Где-то я добавляю побольше краски, где-то я добавляю побольше воды. То есть я неравномерно раскрашиваю свой фон. Пусть он у меня, чтобы был более живописный, я также варьирую количество краски. Вода, краска. А еще я очень люблю в акварели такой эффект. Я иногда беру и вот так вот брызгаю воду. Как будто я уже покрыла фон. Эта вода, видите, смотрите, она сейчас будет разъедать краску и получится очень красивый эффект в акварели. Обязательно попробуйте, когда вы покрыли фон краской, побрызгать с водой. Чистой водой. Ничего страшного, если капли попадут на собаку. И здесь я немножко тоже побрызгаю. Когда работа высохнет, то эти капельки очень красиво будут смотреться. Вот на самом деле мы с вами закончили. Я буквально добавлю пару штрихов. Вот хочу отделить, чтобы голова отделялась от туловища. Отделю немножечко этой линией ошейник от шеи. В общем, на самом деле, все. Я тоже буду заканчивать. Вот такой портрет такой замечательной собачки у нас получился. Пробуйте. Пробуйте тоже рисовать. До новых встреч. Пока, ребят.